Далее об этих и других событиях более подробно. Продавать госактивы ниже балансовой стоимости запретят в Казахстане. Премьер-министр Алихан Смаилов заявил об этом на заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. На заседании были одобрены предложения по пересмотру комплексного плана приватизации до 2025 года. Так предлагается включить в него новые организации, чья передача в конкурентную среду даст положительный экономический эффект. На сегодняшний день в план приватизации включена 721 организация. 230 из них проданы. Около 50 находятся на стадии ликвидации или реорганизации. Сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова обсуждена эпидситуация по COVID-19. В стране, по данным Минздрава, с 20 июня отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно регистрируется свыше 2000 случаев заражения. 80% больных не вакцинированы, сообщила министр здравоохранения Ажар Гениат. Глава правительства поручил министерству ввести постоянный мониторинг эпидситуации и обеспечить соблюдение ограничительных мер. С учетом распространения инфекции, экспертами министерства сделан прогноз дальнейшего развития эпидситуации. В августе зажидается увеличение суточного прироста в среднем до 4000. В сентябре снижение. На сегодня имеются в достаточном количестве медицинские препараты для лечения инфекции. В нашей области также отмечен прирост заболеваемости КВИ с июня в пять раз. Аким области также поручил соответствующим структурам усилить меры по предотвращению распространения вируса. Областному департаменту санэпидконтроля взять под строгий контроль эпидситуацию в регионе, принять конкретные меры по предотвращению распространения вируса. Управление здравоохранения обеспечит медучреждение лекарствами против COVID-19 в достаточном количестве.